Россия снова обстреляла Херсон. В ночь на 20 марта в городе раздались взрывы, в центре были попадания. Об этом написал первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский. Воздушные силы вооруженных сил Украины сообщали об активности тактической авиации россиян и об угрозе воздушных ударов при фронтовых районах в восточных областях Украины. Украина получит от партнеров артиллерийские снаряды калибра 155, 152 и 105 мм. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров по результатам отдельной встречи в рамках 20-го заседания в формате Рамштайн с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном и министром обороны США Ллойдом Остином. По словам Умерова, кроме снаряда военные руководители обсудили усиление украинской ПВО и дальнобойной ракеты. Также продолжается работа по предоставлению Украине в 16 при участии Соединенных Штатов, Дании, Бельгии, Нидерландов, Румынии и других государств. Обсудили план Украины на 2024 год. Строительство фортификации, усиление украинской ПВО, предоставление средств радиоэлектронной борьбы, дальнобойные ракеты. Боеприпасы – то, в чем критически нуждаются наши воины. Они будут. Это было основной темой заседания. Также есть несколько новых стран, присоединившихся к коалиции дронов и сделавших взносы. Первыми результатами этой коалиции станут поставки беспилотников в Украину уже в марте. Обсуждаем и возможность инвестиций в украинское производство БПЛА, которые уже показали свою эффективность на поле боя. Рустам Умиров, министр обороны Украины. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил участников Рамштайна и США за лидерство, в частности, за новые оборонные пакеты и дефицитную артиллерию. Максимальное ускорение требуется и в отношении Ф-16, добавил глава украинского государства. Будут новые оборонные пакеты, в том числе дефицитная артиллерия. Новое государство присоединяется к чешской инициативе по закупке боеприпасов. Спасибо всем. Конечно, остается неизменным приоритет в отношении ПВО, РЭБ и дронов. Благодарю все страны, которые реально работают, чтобы этот наш приоритет был наполнен соответствующим содержанием. Украинские дроны уже дают сильные результаты и должны значительно укрепить международный компонент сотрудничества. Фронт должен почувствовать наше усиление относительно дронов. Накануне, напомню, состоялась 20-я встреча в формате Рамштайн. На эффективности этой и предыдущих встреч акцентировал внимание глава Пентагона Ллойд Остин на брифинге. На заседание были приглашены министры обороны и высшие военные чиновники более 50 стран мира. Также Остин подчеркнул, что Соединенные Штаты и мировая коалиция не позволят Украине потерпеть поражение. Кроме того, он напомнил, что на прошлой неделе США объявили о дополнительной военной помощи для Украины объемом в 300 миллионов долларов. Украинский народ не позволит Путину одержать верх. И мы тоже. Как сказал президент Байден, мы не уйдем. Путин надеялся изолировать Украину. Вместо этого он оставил себя наедине с Ираном и Северной Кореей. Около 50 стран доброй воли со всего мира собрались сегодня снова. Наши союзники и партнеры находятся здесь, потому что они понимают ставки. И друзья Украины продолжают предлагать инновационные решения, чтобы взять на себя новые ключевые обязательства, чтобы предоставить Украине крайне необходимые возможности, особенно ПВО, бронетехнику и артиллерийские боеприпасы. И мы гордимся тем, что поддерживаем их. Союзники приобрели 800 тысяч артиллерийских снарядов для Украины в рамках инициативы Чехии. Кроме того, как пишет издание Wall Street Journal, Прага нашла еще 700 тысяч боеприпасов для украинской армии, которые можно закупить при наличии дополнительного финансирования. Поставки боеприпасов в Украину начнутся в ближайшее время, заявили в чешском правительстве. Как удалось реализовать такие масштабные планы, расскажет Никита Скобликов. Чехия начала поиск боеприпасов для Киева еще до полномасштабного вторжения России. Как пишет The Wall Street Journal, у Праги был план закупок в обход бюрократических процедур ЕС и НАТО. В феврале 2024-го президент Чехии Петер Павел заявил, что Прага нашла 800 тысяч артиллерийских боеприпасов для украинской армии, полмиллиона калибра 155 мм и 300 тысяч калибра 122 мм. Для закупки нужно было собрать средства. Инициативу Праги поддержали Германия, Франция, Нидерланды, Дания, Норвегия, Литва, Латвия, Канада и другие партнеры. Всего более 15 стран. Поставки снарядов в Украину начнутся в ближайшее время. У меня нет возможности раскрыть детали, но речь идет о менее чем месяце. В поисках боеприпасов для Украины чешские представители ездили по всему миру. Они договаривались о закупках из имеющихся запасов и об экспортных лицензиях со странами-производителями. Как пишет издание The Wall Street Journal, Праге помогло ее советское прошлое, поскольку государству достался крупный оборонный сектор с клиентами по всему миру, а еще давние связи со странами глобального юга, у которых есть большие запасы оружия советских времен. Если вы приезжаете с кучей денег, они заинтересованы, и Чехия считается нейтральной по сравнению с США, которая часто поляризует. В процессе переговоров обнаружилось, что некоторые государства, которые поддерживают Москву на международной арене, охотно заключают контракты через третьи страны для отправки боеприпасов в Украину. А чтобы обезопасить поставщиков, Чехия гарантирует анонимность и обеспечивает логистику так, чтобы у Кремля не было доказательств участия той или иной страны в сделке. Конфиденциальность – ключевой момент. Мы говорим и будем говорить со всеми, независимо от их лояльности и политической позиции. За некоторыми исключениями, такими как Северная Корея. При помощи союзников Прага уже приобрела 800 тысяч артснарядов для Киева, 300 тысяч советского образца и 500 тысяч западного производства. По информации The Wall Street Journal, Чехия нашла еще 700 тысяч снарядов. Стоимость полутора миллионов снарядов – около трех миллиардов трехсот миллионов евро. Когда Петер Павел говорил о 800 тысячах боеприпасов, то в случае выхода на системное применение 5000 выстрелов в сутки, мы получаем практически запас на полгода. Соответственно, полтора миллиона – это потенциал при таком среднем настреле на год. Аналитики считают, что чешская инициатива поможет Украине стабилизировать фронт и восстановить преимущества на поле боя. Никита Скобликов для телеканала Freedom.